Всем привет! С вами снова Элипак и у нас очередной выпуск битмекинга по-русски. Сегодня мы с вами разберем следующую, но не по номеру, а по значению программу, которую нам предлагает AKN PC Live. Я сейчас говорю о плагин программе. Где-то так на рубеже второй версии прошивки AKN нам предложил так называемый плагин программы. Что они из себя представляют? Это вот эти вот синтезаторы, но внутри AKN, то есть виртуальные в виде тех самых плагинов. Ну, плюс-минус то же самое, что нам предлагает, например, компьютер, когда мы устанавливаем какой-нибудь DAO и доустанавливаем туда плагин в виде синтезатора. Ну, плюс-минус это абсолютно такая же штука и возможности у него достаточно широкие, как в принципе у любого виртуального синтезатора. Да, он виртуальный, хотя казалось бы, внутри железки и железка, конечно же, дает ему возможность звучать фирменно, сладенько. Ну, то есть немножко не так, как это звучит на компьютере, а немножко все-таки окрашивая звук, да, делая его чуть-чуть ближе там, ну, может быть, к какому-то аналоговому. Но, тем не менее, они все-таки виртуальные. Это на самом деле и плюс, и минус. Ну, минус в том, что, да, окей, саундтракт здесь идет, то есть он генерируется именно цифрой, обсчетом, да, не какими-то там, не знаю, аналоговыми моментами, даже аналогового фильтра нет, как, например, вот в Артуре. Но есть и плюсы. А плюс заключается в том, что весь тот набор эффектов и манипуляций, которые мы можем делать в АКе со звуком, мы можем делать, так сказать, в одной пачке с этими самыми виртуальными синтетизаторами внутри плагин программы. Надо сказать, их всего три, и на каждой из них у нас есть как регулировки изначальных источников звука, ну, можно сказать, осцилляторов, так и, собственно говоря, всевозможные регулировки огибающих, фильтры и огромное количество эффектов. То есть, все это можно крутить с помощью тех же ручек Q-Link, которые нам предлагает наш АКе. И все это достаточно хорошо работает, и всем этим можно манипулировать, работая с АКем. То есть, в целом, ну, помимо всего того, что там есть, мы имеем еще вот целых три хороших синтезатора. Давайте с вами посмотрим на них чуть ближе. Итак, чтобы зайти в плагин программу, нужно нажать вот на эту вилочку, как от розетки. Мы нажимаем на нее, и здесь мы видим надпись «Плагин 1». В данном случае загрузилась первая плагин программы. И здесь есть, во-первых, MIDI-канал, а во-вторых, собственно, само название плагина и пресета. В данном случае мы крутим кнопку и выпадаем в это меню. Вот они, собственно, наши три синтезатора. Bass Line, Electric и Tube Synth. Они достаточно серьезно отличаются по способу формирования звука. Но давайте с вами начнем с самого первого, с Bass Line. Итак, запустили Bass Line. Вот, собственно, у нас в данный момент работает Bass Line. Можно послушать его звук. Вот он, бас. Как видите, есть раздел «Пресет». Двигая пресет, мы меняем эти пресеты. Так получается, интересно, кстати, чтобы слышать звук сап. Мы переключаемся на пониже. И вот какой он получается прекрасный и глубокий. Но в чем интересность эта программа? Она заключается не только в том, чтобы крутить эти пресеты. В том, что на самом деле эти симптомы можно управлять точно так же, как, например, вот этим. Сейчас я вам это покажу. Но для начала остановимся вот на этой части. MIDI Channel 1. Для чего нужны эти MIDI-каналы? Они нужны, если вы управляете разными девайсами, разными клавиатурами извне. То есть подключенными к AKM PC в MIDI-вход. Таким образом, их можно настроить так, чтобы, собственно, играть разными синтезаторами с разных клавиш. И таким образом обеспечивать мультиинструментальную игру на нашем AKM PC. Ну и еще остановимся вот на этой кнопке. Здесь у нас стандартные моменты. Duplicate, Duplicate to track, Bounce to sample, Bounce to audio track. Я думаю, объяснить особо не надо. То есть Duplicate дублирует программу. Duplicate to track дублирует программу в трек. Собственно, Bounce to sample, то есть свести то, что у нас получилось в sample. И Bounce to audio track, свести то, что у нас получилось, собственно, в audio track. То есть вот тут сюда. Итак, чтобы у нас покрутить эту программу, мы должны выйти в меню и в программ-эдитер. Вот, собственно, как выглядит наша басовая программа. Здесь вверху мы видим пресет. Вот он. Также мы видим папочку, где мы можем загрузить какие-то пресеты. Либо вот эта вот дискетка, где мы можем их сохранить. Здесь, собственно, вкладка пресетов. Мы их можем как нажать, здесь посмотреть, покрутить. Так и, собственно, крутить их прямо отсюда. И звук будет меняться. Вот. Как видим, звук меняется совершенно разнообразно. Я говорил, что мы можем рулить эту программу с помощью ручек Q-Link. Так вот, как это делается. Видите, у нас красным отмечен тот регион, для которого у нас сейчас отвечает Q-Link. Соответственно, первая ручка, вторая, третья, четвертая. Соответственно, вот что получается. Ну, вы понимаете, да? То есть, мы здесь меняем параметры. Соответственно, здесь мы имеем осциллятор с глайдом, с какой-то раскладкой по частотам. Затем сразу фильтр, соответственно, здесь мы имеем и cut-off, и резонанс, и high-pass cut-off. Вот, соответственно, envelope, огибающая, да? Как вы понимаете, мы прыгаем по этим значениям с помощью кнопки Q-Link. Но точно так же мы можем нажать Q-Link и сразу выбрать те значения, которые мы хотим регулировать. Что еще интересно? Интересны вот эти вкладки. Здесь мы видим осциллятор, фильтр envelope, огибающая. Дальше. Velocity Master Chorus, Delay и Compressor Hype. Собственно, нажимая на тик-коке, мы попадаем в другие, так сказать, участки этого синтезатора. Здесь у нас есть Velocity, то есть Amplifier Control, Filter Control, Boost Control, да? Управляйте им параметры. Мы также, собственно, воздействуем на звук. Как видите. Затем у нас здесь идет группа с небольшим овердрайвом, да? То есть, как бы, колонка мастеринга, видите? Ну и, собственно, хор. Ну, понятно, да? Здесь у нас дилей со всеми его параметрами. То есть, мы добавим сейчас в наш микс дилей. Побольше фидбэк. Вот. Включился, наконец. Ну, собственно, как-то так. Ну и компрессор и то, что здесь называется Hype. То есть, Hype – это просто такой, скажем, улучшайзер. И, собственно, те самые значения компрессора, которые мы привыкли. Ну, в общем-то, как-то так все это настраивается. Вот так выглядит плагин первый. Если пройтись по каким-то дефолтным его пресетам, то здесь будет очень много звуков. Мы вот здесь находили до саба, да? Который раскрывается вот на этом примерно моменте. Есть имитация органа. Каких-то других басов. И так далее. В общем-то, их довольно много. Демонстрирует звук я не вижу особого смысла, потому что вы сами можете себя покрутить и все это услышать. Скажу только, что это очень и очень интересно в плане использования в готовых миксах. Как слышите, звуки весьма разнообразны, хотя это басовый синтезатор. То есть, можно играть. С этим мы закончили. Пойдем в следующий синтезатор. В данном случае это Electric. Мы идем в меню Program Edit и смотрим, как это все выглядит. Вот такая вот интересная здесь визуализация, так скажем, осцилляторов, то есть, начальных источников звука. Опять же, здесь есть пресеты. То есть, все то же самое, в принципе, да? Можем покрутить их ради интереса. Ну, как видим, окраска звука совершенно другая. Что-то очень такое мягкое. Что здесь, как бы, очень интересно, да? Вот видите, у нас сейчас Q-Link, собственно говоря, заведен вот на эту вот ручку. Давай сейчас мы вернем его в состояние Default. У нас Q-Link объединяет вот эту всю картинку. Соответственно, мы ручками Q-Link'а можем сейчас накручивать какие-то определенные значения. Смотрите, видите, вот это, не знаю, катушка магнета и вот щелкающий инструмент меняются местами. Соответственно, вот оно происходит. Изменение звука. Дальше некая высота и, собственно, дистанция. Вот мы сразу слышим, как это влияет на звук. Соответственно, параметры клипа K-Track. Здесь, я думаю, у людей знакомых с теорией, всегда за вопрос возникнуть не должно. Envy Low погибающая, атака D-K-Release. Все стандартно. Peak Length, то есть длина пика и, опять же, K-Track для огибающей. Ну, в принципе, здесь, я думаю, объяснять не нужно, да? Уменьшаем атаку. Получаем такой интересный звук. Уменьшаем сход. Увеличиваем атаку. Ну, собственно, как и везде. Что еще интересно? Вот здесь мы видим такую графу. Видите, написано Bell, колокольчики, Noise, Tremolo, Tube, Horus, Delay, Spring, Reverb. И вот они все здесь, собственно говоря, внизу. Вот Pick Up. То есть, ну, изначально инстиллятор плюс Envy Low погибающая. Дальше Bell Noise. Вот значение Bell и значение Noise. Это, собственно, тоже значение осцилляторов. То есть, Bell, это колокольчик, но это шум. Как видите, он сейчас отключен. Мы можем его включить. И вот у нас начинает перемешиваться определенный шум. Слышите? Соответственно, колокольчики. Здесь есть параметр Tune, Drive и вот Volume. Вот они, колокольчики, полезные вперед. Соответственно, мы их можем просто отключить. Соответственно, мы их можем просто отключить и получим без них. Или с ними. Рядом здесь, естественно, определенные значения огибающих. Сетап. Как видите, здесь полифония. 16 голосов. Мастер, который мы можем рулить так же. Собственно, полифония мы можем пройти отсюда. Количество голосов. Велоси Те Левел, Велоси Тон, Велоси Те Атака. Это все заигрывание силы удара. Затем. Тремоло, тюб и хорос. Тюб мы понимаем. Это тот самый овердрайв. С значениями сатурации, хедрума и аутпута. Кручевый он у нас отключен. Включаем тюб. Вот он у нас пошел играть, соответственно, тюб. Как видите, все очень прекрасно играет. Соответственно, хорос. Известный всем эффект. Ну, собственно, значение здесь, я думаю, всем понятно. То есть, тремоло, тюб, он же овердрайв и хорос. Вкладка дилей здесь тоже, в принципе, все понятно. Здесь управление идет, соответственно, дилеем. То есть, когда мы включаем, есть какое-то значение time. Подмешиваем все это в микс. Получаем характерный дилей. Соответственно, остальные все параметры, они также знакомы. Фидбэк, дамп, резонанс, рацио, хай-пасс, фильтр и так далее. Плюс такой параметр, как бит. То есть, не знаю, ширина или жирнота дилей. Ну и последний параметр, это spring reverb. Собственно, что такое spring reverb? Это пружинная реверберация. То есть, как она работает, тоже всем, я думаю, понятно. Можно выбрать при дилей. Соответственно, выбрать степень его подмешивания. В микс. Time, это понятно. Это зависимость от темпа. Соответственно, степень диффузии. Также ручки low cut. И видник, то есть, ширина. Чем интересен этот симп, тем, что все эти параметры, которые мы крутили, можно просто вырубить. Как видите, все это работает вот таким образом. То есть, например, мы убираем noise. И даже колокольчик. А также overdrive. Тут же. И включаем. То есть, опять же, дает достаточно широкие, так сказать, просторы для маневра. Ну и вернемся сюда. Последний синтезатор. Наверное, может быть, даже в каких-то моментах самый интересный. Tube Synth. Опять идем в программ. Идем в самую первую вкладку. Это вкладка осциллятор. Что интересного здесь. Ну, опять же, да, можно просто послушать звуки. Default. Пила. Ну и так далее. То есть. Ну так, чтобы вы понимали, да. Что вообще может этот синтезатор. В общем, такие востребованные в электронной музыке звуки. Причем, как вы слышите, он полифонический, в отличие от того же басового синтезатора. Вот. Что мы здесь имеем по настройкам. Во-первых, это два осциллятора. Ну, все по классике, как во многих других синтезаторах, собственно говоря. Осциллятор 2. Каждый из них может регулироваться по октаве. По точной подстройке. Соответственно, есть дитюн. Микро дитюн. То есть, это расстройка. Что очень так любит. Саб-исциллятор. Ну, типа, третий осциллятор. Здесь только у нас форма волны. Соответственно, по обоим осцилляторам. Также есть форма волны. Все это крутится нашими Q-линками. Можно, как видите, квад. То есть, делать объемный дитюн. Можно синхронизировать. Оба осциллятора можно этого не делать. Ну, соответственно, если мы введем обратно в дефолт. Такой звук, да. И дальше мы спокойно, например, вводим октаву второго осциллятора в высокие частоты. А первого осциллятора, соответственно, уходим в бас. Сами слышат, что получается. Меняем форму волны. Немножко только поднимем из баса. Опять же, файл. Точная подстройка. И дитюн это разстройка. По-моему, классно. Можно поменять немножко форму волны. Сабо-осциллятора. Перейти к осциллятору 2. Повыше сделать. Опять же, форма волны. Включаем синхронизацию. Точность фигуры. Микро дитюн. То, что можно сделать прямо отсюда, да. Тут, соответственно, еще есть и небольшой фейзер. Вот так все это может звучать. Что еще предлагает дальше нам TubeSynth? Вкладка Mixer Filter. Здесь мы видим эквалайзер на осциллограф 2. Остается на Gain. Частота. Drive. И K-Track. То есть... Дальше мы можем выбрать частоту, которую мы будем бустить. Дать E-Drive. Далее мы идем на вкладку Mixer. Здесь мы видим громкость осциллографа 1, осциллографа 2. Саб-осциллографа 2. Саб-осциллографа 2. Ну и кольцевая модуляция. А дальше, собственно, LP-фильтр. То есть, Cut-Off. С резонансом. Также есть Overdrive. Ну и все остальные параметры Overdrive. То есть, Slope, Сатурация. Длияние огибающей. И тоже K-Track. Пойдем дальше. Envelope. Здесь стандартное. Огибающие фильтры и огибающие усилители. Регулируется все это элементарно. То есть, здесь у нас 4 кулинка на огибающие фильтры. По стандарту Атака, Decay, Sustain и Release. Соответственно, то же самое по огибающей амплифайера. Берем Sustain. Дальше третье огибающие. И мы видим, что здесь есть так называемый Destination. То есть, куда она приходит. Мы можем выбрать. Соответственно, это либо Pitch. Либо это Slope of 2. Здесь Slope Hold. Slope Release. Время старта. Ну и так далее. То есть, здесь есть целый ряд параметров. Громкость. В фигуру. В Detune. В Ring Level. То есть, так или иначе. А вот это огибающие можно привести в разные параметры. Ну и значение LFO. Как бы все стандартно. То есть, здесь мы видим форму. В данном случае здесь пила. Можем, соответственно, выбрать огромное количество форм. Включая стандартный квадрат. И вот множество интересных. Например, Drift. Дистинейшн. То есть, туда, куда это приходит. Соответственно, в Pitch. Фильтр. Например, в фильтр. Ну и Rate. Соответствующее значение. Далее Depth Fate. Тоже значение у нас стандартное для LFO. И синхронизация. А также источник. Соответственно, это огибающие фильтры, огибающие усилители. Либо это первый и второй отсылок. Ну и LFO-2. В общем-то, практически с теми же самыми параметрами. Story Shines. Здесь немножко изменен их порядок. Он тоже есть синхронизация. То есть, здесь можно тоже немножко поразвлекаться со способом воздействия. То есть, вот, что можно вытворять со звуком. Ну, соответственно, возможно, практически неограниченные. И, в принципе, мы имеем дело с очень таким добротным синхронизатором. Далее, вкладка Setup. Что мы здесь видим? Здесь мы видим контроллер Destinations. Как вы видите, здесь есть Velocity 1, Velocity 2, колесо модальности и After Touch. То есть, мы понимаем, что в данном случае мы здесь ставим за зависимость велось, то есть, сила нажатия от какого-либо параметра. Например, вот Котон. Если мы немножко увеличим воздействие, мы получим то самое искомое звучание. Например, форма Setup 2. Видите? ModVille – это колесо модуляции. Как я вам рассказывал в видео про K-Group программы, оно тоже может быть запрограммировано. В данном случае оно запрограммировано на Котов. Вот, видите, я двигаю колесо модуляции, у нас меняется звук. Ну и After Touch. After Touch – это то, что происходит у нас после того, как мы нажали и не отпускаем клавишу. В данном случае у нас LFO. Ну, чтобы, наверное, было видно, давайте, допустим, сделаем фигуру. Видите? То есть, клавиша продолжает играть. Я ее не отпускаю, но я изменяю ее параметры в зависимости от силы нажатия. Затем здесь что? Здесь у нас идет параметр полифонии. Ну, мы понимаем, что это такое. Это количество одновременных голосов. Legato – это когда у нас будет играть за апартаментом. Glide Time – это, соответственно, скорость этого самого апартамента. В данном случае Detune – опять же расстройка. Здесь есть лампочка Dublin, то есть удваивание или Glide, то есть Glide всего или Glide одного. И Band Range, то есть степень воздействия. Ну и, соответственно, у нас здесь есть параметр Output. Здесь у нас есть Level. Вид, ширина, то есть, видимо, что это связано с жиром. Ну и Shape. Фигура, да? Дальше обратите внимание. Поскольку здесь все параметры не помещаются, у нас появляется такая стрелочка. Мы нажимаем на стрелку, и вот у нас открывается следующий параметр – Horus. Он сейчас у нас погашен, мы можем ее включить. И мы получаем плюсов ко всему этому эффект Horus. Хорус, допустим, прибавим голосов 6. И значение LFO, например, трюйгольный. Соответственно, дальше, ну, те же самые значения, то есть, само по себе значение, ширина, low cut, то есть срез нижней частоты. Ну и Mixer, степень подмешивания. Листаем дальше. Здесь мы попадаем на дилей, по тому же самому принципу, собственно. То есть у нас здесь есть Feedback, есть параметр Mix, то есть степень подмешивания вместе, да? Ну и далее. Dump, резонанс, частота резонанса, ratio, high pass фильтр, ну и опять же, вид, то есть жирок. Вот, что у нас получается при использовании дилея. Ну и далее. Reverb, компрессор и Hype. Reverb, соответственно, это все та же реверберация. Здесь мы также можем выбирать, собственно, значение самой реверберации, то есть это стадион, комната, абстракт или холл. Сейчас я его включил. Сейчас дилей немножечко грохнем, чтобы он у нас не мешал, как и Horus, да? И сейчас покрутим ручку Mix. Ну и слышим, как у нас работает ее убираться. Соответственно, здесь есть High Cut, Low Cut. Ну и, собственно, компрессор, который работает по стандартам, как компрессор, у нас в данном случае Mix подмешан полностью. Вот он, слышите? Собственно, отрабатывает компрессор. Ну и затем, опять же, стандартно для компрессора Red Sock, не атака и релиз, да? То есть мы атаку увеличим, а он еще такой, достаточно агрессивный. Точнее, атак мы увеличим атаку. Ну и значение Hype. Hype это такой здесь, как бы, улучшайзер. То есть здесь высокая частота, нишки частота, прибавим внизу, получим. либо наоборот. Ну, в общем-то, я думаю, вам достаточно здесь все понятно. И помимо вот всех этих эффектов, которые у нас включены в непосредственно сам синтезатор, у нас есть еще возможность здесь добавлять эти эффекты, грубо говоря, через Channel Mixer. Есть возможность еще набросить стандартные эффекты, например, какой-нибудь дисторшн. Какая жесть просто не получается уже, это, конечно, уже слишком много. В общем-то, цель этого видео была продемонстрировать возможности, а не искать звук. Собственно, так это все работает. Здесь в Channel Mixer есть все те же возможности, которые есть, собственно, для любого вида программы. Там, не знаю, здесь есть у нас DRAM программы, KEY программы, PLUGIN программы. То есть все то же самое. SOLO MUTE, PAN, возможность набросить send. То есть у нас есть возможность набросить 4 эффекта непосредственно на PLUGIN программу, помимо тех, которые уже и так есть в PLUGIN программе. И плюсом к этому у нас возможность сделать 4 send. То есть send, это когда мы компонуем какой-то пак эффектов и потом на них посылаем разные инструменты, чтобы они, так сказать, были в одной и той же атмосфере. Очень, на самом деле, удобно. Ну и на этом все. Пользуйтесь замечательными возможностями AKM PC. И да, мы все ждем того, что уже есть в AKFORCE. Еще одного синтезатора, который называется HYPE, а также где-то вот в инстаграме проскакивала картинка с еще одним синтезатором, точнее синтезатором, а типа как вот виртуальной имитацией аналоговой драм-машины. Это должно быть еще более интересно, возможно, для какой-то EDM музыки, там, не знаю, Хаус, Транс и прочее. Но, тем не менее, очень пока мы это ждем. Я надеюсь, это будет в следующих каких-то прошивках, AKM всегда молчит. И более того, AKM по секрету еще и грозится выпустить у нас тут MK2, нашего Лаева, то есть AKM PC Live, MK2. А значит, вероятнее всего, будет и MK2 UX. В общем, я думаю, что какое-то наше ближайшее будущее будет весьма-весьма интересно и богато и на обновление операционки, и, собственно, новые девайсы. А пока делайте хорошую музыку. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Егорова